Кибуц Эйн Орен Все горело. Огонь перекинулся сюда, и его затушили пожарные машины. По деревам горело всю ночь, и я загасил огонь ногами. Огонь стоял стеной в 40 метров, пять раз выше этих сосен. Полиция выселила нас силой. Чуть ли не в наручниках. Но мы вернулись. Но было же опасно. Страшно, опасно. Но те, кто остались, со шлангом спасли несколько домов, несколько улиц. Опасно. Но нечего делать. Ту минуту не думаешь. В Кибуце сгорели 15 многоквартирных домов. Здесь и в других пострадавших поселках работают сотрудники налоговой службы и страховых компаний, чтобы оценить ущерб. Государство уже выплатило каждой семье погорельцев по 2500 шекелей срочной помощи. Не все еще вернулись. Не все есть, где спать. Кто-то в соседнем Кибуце на Кшалим, кто-то в гостинице. Действия правительства внушают вам оптимизм? Все в порядке. Кого здесь только не было. Министр строительства, МВД, обороны. Обещали нам все, что только можно. Надеемся, что выполнят. И все будет в порядке. Пока нам обещали каравилы для погорельцев. Они будут здесь через 2-3 недели. По дороге из Кибуца-Баеторен на одном из изгибов шоссе все притормаживают и сигналят. Здесь в огненной ловушке сгорел полный людей-автобус и две полицейские машины. Но не только этот импровизированный мемориал. Все пожарищи стали местом поломничества многих людей. На сгоревший лес приезжают посмотреть с семьями, с детьми. И это очень опасно. Земля кое-где еще дымится и может провалиться. Обгоревшие деревья падают. Пришлось полностью закрыть парк Кармель. Еще недавно красивейшее место прогулок и пикников. Впрочем, в Израиле обещают долгожданный дождь и даже бурю. Так что будет не до прогулок. Элла Казакова, Гидон Дубинский. Специально для Артен. Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok